Здравствуйте! На портале Экзогиатру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые несколько раз повторяются в Евангелии от Матфея и также встречаются в Евангелии от Луки, о плаче и скрежете зубов. Важно понимать, что Христос обращает эти слова прежде всего к своим ученикам и к людям благочестивым, религиозным, верующим. Именно поэтому они вызывают всегда особую тревогу и беспокойство, когда читаешь Евангелие. Для того, чтобы расшифровать этот символ, как мы обычно с вами делаем, необходимо его рассмотреть в контексте. И прежде всего важно понимать, что эти слова обычно используются как некий финальный аккорд, как некая мораль в притче и всегда завершают с собой наставление Иисуса Христа, тем самым подчеркивая важность слов. Очень часто они сопровождаются двумя другими образами. Прежде всего это образ кого-то, кто выброшен вон, изгнан во тьму внешнюю и образом огненной печи, неугасимого огня. Что касается скрежета зубов, если мы воображаем себе ляск зубов, то мы можем представить себе, что речь идет о каких-то гиенах или каких-то гнусных существах, которые ждут того момента, когда человека выбросят им на съедение и они с нетерпением уже скрежещут зубами. Но в действительности это не совсем так. Это выражение встречается в псалмах и оно описывает прежде всего разочарование, гнев, зависть, ревность, нечестивых людей, которые видят, что праведник живет достойно и честно. То есть прежде всего нужно понять, что этот образ выражает не какую-то внешнюю злобу, внешнюю злую силу каких-то хищников. Прежде всего это образ, который выражает наше разочарование, которое может нас постичь. И евангелист Лука его употребляет реже, евангелист Матфей чаще употребляет, потому что он хотел бы проповедь Иисуса Христа вписать в традицию великих пророков Ветхого Завета и премудрости. Именно поэтому он заимствует этот образ из Ветхого Завета, чтобы подчеркнуть это преемство. Если мы внимательно присмотримся, то мы увидим, что евангелист употребляет это выражение к определенной категории лиц. Прежде всего это употребляется применительно к людям, которые не имеют веры, но считают, что если они рождены иудеями, если они принадлежат избранному народу, то тем самым они автоматически становятся сынами царства, не имея веры, не имея живых отношений с Богом. Их ждет большое разочарование. Когда речь идет о людях, которые творят неправду, и они тем самым похожи на сорняки или плевелы в поле, что происходит с сорняками? Конечно, их вырывают, выбрасывают вон, сжигают, и тоже таких людей ждет разочарование. Еще есть категории людей, которые Христос сравнивает с несъедобной рыбой. Она попадает в сети рыбаков, но она несъедобна, ее нужно немедленно тут же выбросить вон. Конечно, когда речь идет о госте, оказавшемся на брачном пире и при этом отказывается надеть брачные одеяния, потому что он не способен ответить на щедрый дар, он не способен оказаться на высоте божественной щедрости и милосердия, его тоже ждет разочарование. Для него райское блаженство и щедрость Бога станет мукой. И другой образ слуги, который пользуется отсутствием хозяина и видит, что хозяин задерживается, злоупотребляет своим положением, он начинает издеваться, бить своих сослуживцев, других слуг и пьянствовать в надежде на то, что хозяин задержится и он сможет насладиться нечестием. Тоже такого человека ждет разочарование, потому что никто не знает, когда придет Бог. И, наконец, о слуге, которому господин доверил один талант, и вместо того, чтобы воспользоваться этим талантом, этот слуга его закопал в землю. И кажется, что виноват хозяин, но в действительности Господь совершенно ясно показывает, этот слуга был человеком озлобленным, мелочным, нерадивым и непотребным, в смысле бесполезным для дела. И фактически Христос нас предупреждает, что каждый из нас может оказаться на месте этого человека. Нам кажется, что мы заняты чем-то полезным, что мы угождаем Богу, что мы верующие люди, благочестивы. Исполняем какие-то предписания, но фактически, когда придет Господин, может оказаться, что мы такие же нерадивы и непотребны, и заняты не тем, и на самом деле угождаем себе, и нас может постичь большое разочарование. Вот для того, чтобы пробудить в нас бодрствование, Господь употребляет этот яркий образ из псалмов. В седьмом псалме есть замечательный образ человека, который роет троф, выкопал его и сам упал в эту яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на его темя. И заканчивается этот псалом замечательными словами. «Славлю Господа по правде его, и пою имени Господа Всевышнего». Для того, чтобы нам помочь правильно поместить в перспективе эти слова, для того, чтобы мы не были обиженными на Бога, на судьбу, на других людей, но могли увидеть все это немножко с другого конца. Итак, история человечества имеет свой смысл и конечное завершение в том событии, которое в Священном Писании называется суд. Он совершится в конце времен, и в тот момент мы увидим в истинном свете все наши поступки, мы увидим истину того, как мы себя вели на этой земле. И поэтому самым тяжелым преступлением будет, конечно, отказ от полученной любви, от щедрости Бога. Именно этот отказ станет источником разочарования, станет источником слез, когда мы увидим перед лицом Бога в неприкровенном виде все наши грехи, ошибки и упущения. Но Евангелие благая весть, и поэтому евангелист никогда не хочет оставить своих читателей просто в состоянии растерянности, недоумения. Очень важно извлечь из этого урок надежды, ободрения и радости. В этих словах нет никаких оснований видеть проявление жестокости или бесчеловечности, Бога, жизни, судьбы. Не нужно роптать на Христа за эти слова, не нужно упрекать его в жестокости. Он нас предупреждает для того, чтобы мы трезво смотрели на мир. Наоборот, его нужно поблагодарить за то, что он с предельной ясностью изображает ту реальность, которая может стать последствием наших нерадивых поступков. Но при этом последнее слово всегда остается за милостью, за щедростью, великодушием Бога. Именно поэтому псалом заканчивается словами «Славлю Господа по правде и по ее имени Господа Всевышнего». И для того, чтобы вы смогли правильно увидеть эти слова в их правильной перспективе и, может быть, открыть для себя какие-то ошибки и просчеты прежней жизни, я хотел бы завершить нашу встречу небольшой историей из жизни отцов-пустынников. Отцы-пустынники жили отшельниками, и это была школа мудрости. Поэтому крупицы мудрости были на вес золота, и отцы щедро делятся этой мудростью. Вот так три старца, услышав о том, какой мудростью обладает Авва Сесой, приходят к нему для того, чтобы спросить у него совета. Они говорят о вещах насущных. Первый говорит ему, «Авва, что я могу сделать для того, чтобы спастись от реки Огненной?» Но старец ему ничего не может ответить. Второй говорит, «Авва, что я могу сделать, чтобы спастись от скрежет зубов и от червя, который не умирает?» В ответ Авва Сесой молчит. И третий говорит, «Авва, что я могу сделать, память о тьме внешней убивает меня». Старец ответил им, «Как странно, а я ничего этого не помню, поскольку я помню, что Господь любит милосердных, и Он щедр, и я надеюсь, что Он проявит и ко мне милость». Три гостя уходят разочарованными, и Авва не хочет их отпустить с горечью на сердце, и поэтому вдогонку обращается к ним с такими словами, «Блаженны вы, братья, я даже завидую вам, потому что первый из вас говорил о реке Огненной, второй говорил об Аде, третий говорил о тьме. «Если в вашем уме такие воспоминания, наверняка вы не можете грешить. Что сделаю я, человек скаменевшим сердцем, если даже не знаю о том, как Бог наказывает людей? И поэтому я согрешаю каждое мгновение». И в этот момент старцы раскаялись, у них вдруг открылись глаза, потому что в действительности они ставили акцент не на Евангелие, не на благости Бога, а ставили акцент на тех ужасах, которые рисовало их собственное воображение. Поэтому они падали пред ним на землю ниц и сказали, «Что мы слышали, то мы и видели». Замечательные слова, это цитаты псалмов. Отцы-пустынники говорят друг с другом цитатами из Священного Писания, для того, чтобы точно понимать друг друга, чтобы не было никакой фальши. И действительно, как мы слышим, то мы и видим. И очень важен вопрос, как ты слышишь, то есть как ты понимаешь, как тебе открывается то или иное слово Писания. На портале Exegget.ru с вами был проэтерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.